Обычное техническое решение, связанное с регулировкой высоты рабочего места. Наличие датчиков, периодически он дает команду, вам надо стоя поработать. Не отвлекаясь от рабочего процесса, делать маленькую гимнастику заряда. Мы очень часто в наших выпусках рассказываем о стилях одежды, о эстетических и функциональных характеристиках отдельно взятых предметов. А сегодня предлагаю вспомнить еще о том, что у имиджа человека есть еще одна очень важная составляющая. Это антураж, пространство, в котором мы пребываем и с которым мы взаимодействуем. Сегодня мы в офисе АПС Технологи, компании, которая занимается в том числе и созданием функциональных, стильных, современных офисных интерьеров. Мы прекрасно понимаем внутреннюю логистику, оснащение мебелью, напольными покрытиями, то есть как сократить внутренний бизнес-процессы предприятия, чтобы максимально это предприятие получало из своего дизайна именно прибыль, выгоду. Любой согласится, что выбирать отделочные материалы и предметы интерьера удобнее воочию. Нам всем важно увидеть и пощупать будущий стол, дверь или офисное кресло, прежде чем они окажутся у нас. Образцы товаров мы часто видим в магазинах, но кто-нибудь видел их в офисах компаний? Офис фирмы АПС Технологи – сплошная демонстрация дизайнерских решений, которые разрабатывают и реализуют специалисты компании. АПС Технологи производит двери, офисные перегородки и акустические панели для интерьеров различных фирм. Используем жалюзи, какие используем замки, ручки, фурнитуру, какой возможен по цвету профиль, да, то есть вот сразу несколько вариантов расцветок. Также к ним интересны у нас приключатели. Все виды там наполнений, стекло, ЛДСП, какой-то пластик, тоже различные профили, варианты петель. То есть это все очень важно для клиента всегда, потому что потом в целом картина каждый раз разная. То есть для любого стиля там все равно важно, даже какая ручка будет у двери. Перед тем, как разработать и приступить к разработке дизайна офисного пространства, мы сначала изучаем компанию. Мы полностью изучаем компанию, с кем они работают, то есть именно внутренние бизнес-процессы, чтобы это было полностью соответствовало образу этой организации. Я вижу фрагмент вашей знаменитой стены, двери. Делали для источника и вот решили в офисе тоже такую же. Они идут с автополивом, очень удобно для офисов, когда не каждый день можно следить за цветами. Мы должны с заказчиком проработать техническое задание, что его нужно получить из этого офиса, то есть какого статуса клиенты к нему будут приходить. То есть общаются ли эти клиенты с сотрудниками или же у них просто отдельная зона ожидания, то есть и пользование только переговорной комнатой. То есть приезжают ли это заказчики к нашим компаниям из-за границы. То есть у нас даже был опыт создания офисного пространства на одном промпредприятии, чтобы пространство было как в Европе. Для чего это нужно было? Для того, чтобы заказчики потенциальные, приезжая на это предприятие, они попадали как к себе домой. И процессы переговоров проходили более плавно. И что клиенты, которые к ним приезжают из-за границы, видели, что они общаются с компанией своего уровня и этой компании можно доверять. За счет применения определенных технических решений, эта переговорная может трансформироваться в какую-то event-зону, совмещенную с кухней, где мы можем проводить какие-то мероприятия или презентации. Это коммуникационный плюк для подключения какого-то своего оборудования для проектора. Ого, конечно. Чтобы ничто не мешалось, ничто не... А вот эти волосики зачем? А это чтобы провода, чтобы пыль не попадала. Офис должен быть функциональным. То есть если, например, у нас нет возможности расти вширь в офисном пространстве, то есть мы набираем новых сотрудников, но нет возможности увеличить площади. То офисное место должно расти вверх за счет организации каких-то дополнительных модулей, мебели. Можно от всех закрыться, спрятаться. За счет того, что ткань мягкая, она звук поглощает. И за счет этого акустические свойства в помещении становятся намного лучше. Нужно вкладываться не в красивые туалеты или же зону ресепшн, а вкладываться в комфортные, правильные рабочие места. Потому что именно люди приносят прибыль компании, и чем им удобнее и комфортнее находиться на рабочем месте, тем, соответственно, выше их эффективность труда. В Европе даже есть и на выставках это представлено, и действующие офисы, например, переговорные комнаты, состоящие из тренажеров, где у каждого тренажера беговой дорожки или эллипса находится монитор с видеокамерой для проведения каких-то конференций. Пытожная такая. Это идет амбарный механизм для дверей в стиле лофт. Этот кусок – это дверь, а этот механизм находится сверху. То есть он крепится. А, поняла. То есть она будет тоже ездить? Она ездит, да. Откатная дверь получается из него. Даже самый простой момент – наличие туалетов. Причем у девочек всегда их должно быть больше. Вот. То есть и даже вот такие вот маленькие лайфхаки, да, применяемые для создания офисного пространства, они в последующем для собственников именно будут приносить прибыль за то, что будет более эффективное повышение труда. С функциональной точки зрения правильно здесь то, что вот эта часть угловая, то есть здесь стол закрыт, и клиенты, когда приходят, они не видят, что происходит на рабочем столе у сотрудника. Если посмотреть офисы мировых лидеров в создании интерьерных – Apple, Google, Microsoft, ВКонтакте, Яндекс, у них везде на полу находится ковролин. И по своему бюджету это ничуть не дороже какого-то ламината или хорошей кафельной плитки. Но при этом акустические свойства его крайне выше, и плюс еще на нем приятно и мягко ходить, что повышает лояльность сотрудников к своей компании. Здесь тоже находятся элементы, которыми мы тоже часто пользуемся. Это образцы лофтовых перегородок. Они сразу же являются перегородкой для нашего соседнего отдела. Тоже интересная перегородка, как образец. К такой же двери сверху крепится амбарный механизм, получается откатная дверь. То есть, когда нужна какая-то экономия места и нет возможности распахнуть дверь, но есть место, чтобы ее куда-то откатить, уже очень удобно. Современные тенденции развития офисного пространства подразумевают наличие датчиков на офисном кресле, который совмещается, синхронизируется с фитнес-браслетом. С фитнес-браслетом и периодически он дает команду. Вам надо стоя поработать. Вы встаете, поднимаете свое рабочее место и стоя работаете за своим компьютером. Современный дизайн офисных помещений сегодня – это грамотное планирование удобных рабочих зон с функциональной мебелью. Чем комфортнее человеку в офисе, тем эффективнее будет его труд, а значит и результат работы компании в целом. Продолжение следует...